Карагандинские предприятия готовы трудоустроить около трех тысяч представителей старшего поколения. Помогает им в этом организаторы проекта серебряный возраст. Отработать, поделиться опытом и накопить пенсионное отчисление поможет любой желающий старше 50 лет. Как это происходит узнавали наши корреспонденты в регионе. Карагандинке Ирине Киселевой до пенсии всего три года. Совместить творческий порыв и спокойное место работы бывшая учителя рисования хотела давно. Воплотить в реальность помог проект серебряный возраст. Так удалось устроиться в художественную мастерскую, где она изготавливает сувенирную продукцию. Интересная такая работа. И она соответствует моим таким... И по профессии подходит. И плюс большой то, что это в шаговой доступности. Я тут живу недалеко. Принимать таких специалистов выгодно и работодателю. Помимо того, что у них есть опыт, так еще и государство субсидирует часть заработной платы в течение трех лет. Такие выплаты из бюджета могут достигать порядка 103 тысяч тенге на каждого работника. Именно проект серебряный возраст субсидируется по трем этапам. То есть на 12 месяцев 70 процентов субсидируется государством. Это не менее 30 МРП. Далее уже с 13 по 24 месяц им субсидируется 65 процентов. И третий так вот и 60 процентов субсидируется. Сегодня Центр трудовой мобильности Карагандинской области заключил 677 специальных договоров с работодателями региона. Они по проекту «Серебряный возраст» готовы принять свыше трех тысяч человек. Пока же удалось трудоустроить чуть более 700. Сегодня в Карагандинской области требуются повара, кондитеры, швеи, экономисты, бухгалтеры и многие другие специалисты. Некоторые предприятия даже готовы обучать будущих сотрудников самостоятельно. Практически все работодатели отмечают чувство ответственности работников старшего поколения. На нашем предприятии сейчас работает 7 человек серебряного возраста. Нам еще не хватает. Много людей нам нужно. Для участия в проекте «Серебряный возраст» обращаются в Центр трудовой мобильности. Там для начала регистрируют в качестве безработного, а после уже подбирают вакансию в соответствии с навыками и желанием. Азамат Айтхалин, Жабиржулы, Карагандинская область.